К событиям, которые сегодня происходят на Донбассе, нельзя оставаться равнодушными. В первом регионе на помощь тем, кто не видел мирного неба, детям войны откликнулись все неравнодушные. Каждый от чистого сердца передавал предметы, которые сегодня так необходимы детям. Это и сладкие подарки, и канцелярские принадлежности, и предметы личной гигиены, и продукты питания с длительным сроком хранения и тёплой вещам. Акция получилась у нас всенародной. Она объединила вокруг себя не только членов общественного объединения, но и всех белорусов, которые проживают на нашей территории. Гуманитарная помощь, она всесторонняя в этой гуманитарной помощи. И средства гигиены, и лекарства, продукты питания, игрушки. Мы постарались собрать разную гуманитарную помощь для того, чтобы праздничные дни, дни Рождества, Нового года, хоть каким-то образом немножко порадовать детей. Детей, которые сегодня оказались в сложной ситуации. Многих детей, которые остались без родителей в 21 веке. Это, конечно, очень страшно об этом говорить. Наши люди проявляют сострадание, в том числе из-за того, что Республика Беларусь, она в годы Великой Отечественной войны тоже прожила эти сложные периоды. И мы не понаслышке знаем о этих тяжёлых моментах. Работа в офисе Брестской областной организации общественного объединения «Беларусь» действительно кипела. Здесь дружно и активно грузили собранный гуманитарный груз, который собирали все города и районы первого региона. Только объединившись, получилось собрать порядка девяти тонн самого необходимого детям Донбасса. По всей области мы собрали 19 инвалидных кресел. Я думаю, это тоже будет весомым таким вкладом в обеспечение вот именно тех людей, которые там проживают, и те, которые с ограниченными возможностями. Ну и продовольственные, непродовольственные товары, даже те непродовольственные товары, которые предназначены детям, это и канцелярские, это и раскраски, рисунки, они просто, скажем так, порадуют детей. И мы тоже считаем это очень важным, потому что детская радость, приносить радость детям и, скажем так, в этой сложной ситуации доставить им немножко радости и тепла – это очень важно. Весь гуманитарный груз будет доставлен в Минск, после чего колонна отправится на Донбасс.